МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Уикенд Навигатор, в которой мы рассказываем, как интересно и весело провести выходные. У нас 50-й по счету выпуск, и это маленький юбилей. А у вас, прежде всего, важнейшая задача – интересно и весело провести грядущие выходные. Мы вам в этом поможем. Смотрите программу, и вы узнаете, в какой торговый центр приехала интерактивная выставка с динозаврами, кому обязательно нужно прийти на нее и посмотреть, и также часы ее работы. Кроме того, мы пригласим вас на выставку Восха и Брейгеля, которая завершает свою работу 31 марта. Также расскажем, что такое быстрые свидания и кому обязательно нужно на них сходить. Еще пробежимся по афише культурных и спортивных мероприятий и позовем вас в кино. Смотрите, и все вы узнаете прямо сейчас. 31 марта в здании Ивановского государственного театрального комплекса в зале музыкального театра мы приглашаем всех жителей и гостей нашей области на большой праздничный концерт, посвященный Всемирному дню театра. Это состоится в 17 часов. Ждет наших зрителей интересная программа, где все четыре наших театра представят свои яркие номера, хореографические номера, отрывки из музыкальных спектаклей и, конечно, волшебная игра во все руки Ивановского театра «Кукол». Думаю, будет очень интересно. Оказаться в затерянном мире и увидеть воочию самых удивительных хищников теперь можно в Иванове. В городе гостит интерактивная выставка «Нашествие динозавров». Оказавшись здесь, вы погружаетесь в удивительную атмосферу. Повсюду зубастые гиганты, которые рычат и шипят, крутят хвостами и щелкают клыками. Можно порисовать 3D-ручкой. Есть раскопки, кинетический песок. Можно нарисовать рисунки динозавров. Также в детской зоне у нас представлены и игрушки, роботы. Детям будет очень-очень интересно. Помимо интерактива на этой выставке, также сама представлена краткая информация про каждого динозавра. Можно ознакомиться с ним, почитать, подчеркнуть, что для себя интересно. Понравится здесь даже самым маленьким. Для них оборудована детская игровая зона. Динозавров можно погладить и сфотографироваться с ними. Ребятам постарше понравятся очки виртуальной реальности. Я пришел сюда с мамой и братом. Мне больше всего понравились динозавры. Потом я смотрел в очках виртуальной реальности, как я ездил на железной дороге. Еще я ездил на машине рядом с динозаврами. А потом в клетке в воде. Выставка открыта до 14 апреля. Экспозиция уже завоевала любовь зрителей со всего мира. С 28 марта во всех кинотеатрах страны добрая и красивая сказка «Дамбо». Дорогостоящая американская лента стала адаптацией полюбившегося детям и взрослым со всего мира мультика 1941 года. Перезагрузка – абсолютно самодостаточное произведение, снятое гениальным Тимом Бертоном. История о летающем слоненке получилась очень камерная и трогательная. Также в фильме сильный актерский состав. Давай, Дамбо! Удиви их! Весна – лучшее время, чтобы встретить любовь и начать жизнь заново. Счастливо – так считает организатор вечеринок быстрые свидания. В уютной обстановке встречаются незнакомые люди. Узнают друг друга за специально отведенное время, влюбляются, возможно, или находят друзей и единомышленников. Плюс ко всему, проводят вечер в приятной компании, заряжаются позитивом и получают массу красивых фотографий. Если хотите узнать, как разнообразить свой досуг, этот рецепт для вас. На счету современной свахи Кати Герасимовой не одна счастливая пара. Чтобы поучаствовать в быстрых свиданиях, надо написать мне личные сообщения, либо на телефон написать вашу фамилию, имя, возраст и телефон. Мы набрали всех девушек, осталось только несколько мест для мужчин. В этот раз будут интересные творческие номера. Естественно, мы будем разыгрывать подарки от наших партнеров. И в конце мероприятия будет мастер-класс по бачате. Это латиноамериканский танец. 30 и 31 марта в 2 часа мы ждем всех на заключительной экскурсии выходного дня по выставке «Босх и Брегель. Мистические образы и тайны». Выставка работает до 31 марта, поэтому в самые последние выходные нужно успеть познакомиться с творчеством двух выдающихся художников. 30 и 31 марта в спортивном зале и ГХТУ будут проходить соревнования по киндо. Это будет Кубок города и первенство региона. Начало двух соревновательных дней в 11 утра. А на Рубском озере в воскресенье 31 марта будут подведены итоги зимней рыбалки. Федерация рыбной ловли устраивает финальные состязания по зимней рыбной ловле на мормышку. Начало с раннего утра и соревнования будут идти в течение дня. Они будут очень интересными. Итог подводят и горнолыжники. На базе в Миловке, что около Плеса, будут интересные покатушки. Они стартуют в воскресенье в 13 часов. Будут конкурсы, розыгрыши и много всего интересного. Также для любителей спуск с горы в купальных костюмах. Приходите и обязательно поучаствуйте. Кто хочет послушать музыку, тот должен отправиться в машиностроительный колледж ИГУ в воскресенье в 14.00. Там проходит 17 по счету межрегиональный фестиваль «Рок-улыбка». Приходите, будет интересно. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Веселых выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова